Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Коротко об основных темах выпуска. Глава Самары Олег Фурсов избран заместителем председателя Ассоциации городов по Волжье. Решение принято сегодня на общем собрании членов Ассоциации в Оренбурге. Бизнесу в помощь в губернской думе предложили устроить налоговые каникулы для начинающих предпринимателей. Весомые аргументы самарские таможенники пополнили федеральный бюджет в этом году на 22 миллиарда рублей. Автоваз начал производство нового кроссовера Lada X-Ray. Машина собирается на том же конвейере, что и семейство Гранта Калина. Сварка кузовов происходит на импортной автоматизированной линии. Модель оснащается японской коробкой передач и двигателем с алюминиевым блоком цилиндров, который производится в Тольятти на ВАЗовской линии производства двигателей. Машина имеет передний привод и увеличенный дорожный просвет, а вот полный привод пока не предусмотрен. Он появится только в модели X-Ray Cross, о которой пока почти ничего не известно. Что касается модели X-Ray, то ее продажи начнутся в конце января, начале февраля 2016 года. В торжественной обстановке производство новой Lada открыл губернатор Николай Меркушкин и президент Автоваза Буандерсон. Когда выпускается новая модель, это всегда радость, это всегда достижение чего-то нового. Тем более, эта модель, и та, которая была выпущена несколько месяцев назад, это новый уровень автоваза, это новый уровень автомобилей, которые абсолютно не отличаются от тех, которые производятся в других странах. Мы воссоздаем российскую автомобильную индустрию здесь, в Тольятти. Специальный репортаж о знаковом событии в жизни Автоваза мы покажем в других выпусках программы события. Глава Самары Олег Фурсов избран заместителем председателя Ассоциации городов по Волжье. Такое решение было принято сегодня на общем собрании членов Ассоциации в Оренбурге. Председатель объединения, мэр Казани, наградил Олега Фурсова благодарственным письмом за вклад в развитие местного самоуправления. Сегодня к списку городов-участников присоединились Оренбург и Сызрань. Теперь в состав Ассоциации входит 25 городов. Актуальные вопросы развития местного самоуправления обсудили на заседании Окружного совета по развитию местного самоуправления в Оренбурге. За последние 12 лет в федеральный закон внесли более 100 изменений, что укрепило правовые основы местного самоуправления. Одним из центральных стал вопрос финансовой обеспеченности местных бюджетов. Финансовое подкрепление полномочий, передаваемых на уровень местного самоуправления, тема болезненная, подчеркнул полпредпрезидента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Если в городах почти 50% всех доходов остаются в местной казне, то в селах всего 5. Представители Совета Федерации, главы городов и муниципалитетов высказали предположения по развитию системы местного самоуправления в дальнейшем. Законодательные инициативы направят на рассмотрение федеральные и региональные органы власти. Трехлетние налоговые каникулы предложили устроить в Самарской губернской думе предпринимателям, которые впервые регистрируют бизнес. Зеленый свет получат бизнесмены, занимающиеся производственной, социальной, научной деятельностью или предоставляющие бытовые услуги. Слово Марьяни Мирной. Налоговые каникулы для бизнесменов-дебютантов обсудили в Самарской губернской думе. Налоговая ставка 0% установлена для предпринимателей, которые раньше никогда не занимались бизнесом. Закон должен вступить в силу с 1 января 2016 года и рассчитан на 3 года. Льготную ставку может получить бизнес, занимающийся производственной, социальной, научной деятельностью или представляющий бытовые услуги. Перечни направлений довольно широк. Это растеневодство, рыбоводство, производство пищевых продуктов, безалкогольных напитков, текстильных изделий, одежды, производство кожи изделий с кожеобработкой, производство древесины, производство резиновых и пластмассовых изделий, производство готовых металлических изделий и прочих готовых изделий. На Комитете по промышленности, связи и торговли обсудили также и другие законопроекты и поправки к ним. В частности, прозвучала инициатива внести некоторые изменения в закон о мерах по ограничению потребления алкогольной продукции на территории Самарской области. Отменить запрет продажи алкоголя в вечернее время, если праздничный день выпадает на воскресенье. Здесь все просто, все понятно. Мы говорим, в понедельник это воскресенье стал, выходной день. Вот тогда нужно перенести, в воскресенье разрешить, а в понедельник запретить с пяти часов торговли. Все. Это живой закон, который, ну, он, он, сегодня мы его ввели, посмотрели, как он работает и понимаем, что надо его подкорректировать. Представителям главка эта идея оказалась не по душе. Полицейские говорят, уровень преступности в области снизился в разы и во многом именно благодаря снижению потребления огорячительных напитков. Мы этот закон уже приняли, уже приняли, вы приняли, ваш комитет. Если бы в прошлый раз вы были против, мы бы все это учли. Если есть необходимость снова все это доказать, мы докажем. Окончательного решения по этому вопросу так не приняли. Диалог продолжится на следующих заседаниях Комитета по промышленности, связи и торговле Самарской области. Марина Кравцова, Мария Анна Мирная, Константин Головин. События. У начальников служб, ЖКХ и благоустройства, а также ресурсников, новогодних каникул не будет. Город должен быть чистым и в выходные, и в праздничные дни. Все ответственные за порядок на улицах и в домах уже составляют список дежурных на каждый день новогодних каникул. Такое распоряжение дал первый замглавы города Владимир Василенко. В боевой готовности должны быть и рабочие. В случае порыва они должны немедленно устранить аварию. Это были усиленные бригады по аварийным ситуациям. Заранее говорю сейчас, чтобы потом эта тема для нас не звучала. Это говорит об организации работы. И это касается населения. Тонны контрафактных продуктов и одежды изъяли областные таможенники за этот год. Самарская таможня – одна из лидеров в Приволжском федеральном округе. План выполнять на 100%. В этом году в федеральный бюджет перечислили более 22 миллиардов рублей. Активно внедряют современные технологии, за счет чего удалось существенно сократить время по оформлению деклараций. Сейчас оно составляет менее двух часов. Большая работа проделана по пресечению незаконного оборота наркотиков. Чаще всего таможенники находят синтетические вещества. В этом году задержано более 6 килограммов наркотических средств и более 3 килограммов сильнодействующих веществ. Также на постоянном контроле у постов таможни ввозимые партии продуктов и одежды. 433 проверки было произведено у нас. Более 40 тонн сыра было уничтожено. И порядка 18 тонн общего – это плотовочная продукция. Перед Самарской таможем поставлена задача выявления и пресечения нарушения интеллектуальной собственности. Это, иначе говоря, борьба с контрфактной продукцией. На сегодняшний день мы изъяли и пресекли реализацию более 2900 наименований контрфактных товаров. Их мечтой были не ракеты и корабли, а трамваи. В учебном центре трамвайно-троллейбусного управления новый набор слушателей на курсы водителей. Почти четыре десятка молодых людей учатся управлять электротранспортом в теории и на практике. ТТУ само решило кадровые проблемы предприятия. За партой со студентами оказалась и Марина Матвейшина. Ни легковой автомобиль, ни грузовой не смогли затмить в его сердце любовь к трамваю. В депо Денис Косарев бывал совсем малышом. Здесь работала его бабушка и иногда брала внука с собой. Рассказывает, наглядевшись на трамвайную жизнь изнутри, еще тогда определился с будущим. У меня как-то раз бабушка водила в депо, но правда это очень давно, в городское. Ну как-то мельком и все. Маленький был, да? Ну да, любопытный, мелкий. Ну и сейчас правда любопытный. Объявление о наборе студентов в учебный центр ТТУ Денис воспринял как знак. И вот он вместе с другими желающими стать водителями трамвая или троллейбуса за партой слушает лекции об устройстве любимой техники. Ну как бы раньше там смотришь, ну трамвай едет, едет, пускай едет. А теперь более узнаешь подробно, что там в этом трамвае существует, там двигатель, электродвигатель, там как водить надо трамвай, как правильно. Это уже второй набор в учебный центр ТТУ. Студентам-отличникам платят стипендию 5000 рублей. Иногородним предоставляется общежитие. В учебном центре учатся даже жители соседних регионов. За пять месяцев молодые люди должны в совершенстве узнать устройство трамвая, правила дорожного движения, уметь оказывать первую помощь и контролировать собственные эмоции. К поступающим требования нехитрые. Это должны быть люди не младше 21 года, без судимости и иметь на руках паспорт Российской Федерации. Гендерная политика для нас независима. Полное равноправие между мужчинами и женщинами. Однако опыт жизни подсказывает, что женщины больше и лучше себя проявляют водителями трамвая. Потому что все же водитель троллейбуса более тяжелый с моей точки зрения работа, потому что там необходимо находиться в общем транспортном потоке, управлять огромной машиной, следить за всей обстановкой вокруг себя и так далее. Через пять месяцев студенты сдают выпускные экзамены и в тот же день устраиваются на работу. Предприятие гарантирует сотрудникам полный социальный пакет, своевременную зарплату и дружный коллектив. Марина Матвеевшина, Максим Гусев, События. И при облачной снежной погоде ясное звездное небо над Самарой обеспечено. Млечный путь из светодиодных огней можно увидеть на улице Ленинградской. В этом году к монтажу новогодней иллюминации приступили не в конце декабря, а значительно раньше. И практически все светящиеся конструкции уже смонтированы. 30 тысяч звезд засияют над Ленинградской. Масштабная светодиодная композиция накроет участок от улицы Фрунзо до Чапаевской. В этом году звезды поднимутся выше. Гирлянды длиной около трех километров закрепляют на специальных металлических стойках. Вот такие конструкции первый год мы применяем. До этого они на опорах, мы размещали это звездное небо. Впервые вот такие конструкции поставили. Порталы они называются. И на них, чтобы повыше и покрасивее это звездное небо сделалось. Такие вот мощные конструкции. Как раз для того, чтобы погодные условия никакого влияния на эти гирлянды не оказывали. Полностью звезды зажгутся уже 17 декабря. Светящийся фонтан, карета с лошадью, жар птица, 8 новогодних арок и елка, украшенная гирляндами. Пешеходная зона Ленинградской превратится в настоящую галерею света. В начале Ленинградской уже что-то установили, да, вот эту карету. Красиво. Очень красиво просто. Новогоднее настроение. Световые композиции «Новогодние огни» зажигают по всему городу. Заключительным этапом станет главная елка Самары, которая оказалась любимой световой композицией и для тех, кто украшает улицы. Самая впечатляющая – это елка на площади Куйбышева. Это самая запоминающаяся конструкция. Пытаемся сделать красиво, чтобы наш город входил в десятки, в тройку лучших городов по иллюминации, не уступая и Москве, и Питеру. Светодиодные конструкции, перетяги, гирлянды оживают ежедневно, как только стемнеет. Старт иллюминации дают одновременно по всему городу из единого центра управления светом. Марина Кравцова, Максим Гусев, События. Зарабатывать, занимаясь любимым делом. В Самаре может быть организован рождественский аукцион, на котором любой желающий сможет приобрести игрушки, картины, украшения, сделанные руками людей с ограниченными возможностями. Такую идею предложил глава города Олег Фурсов после посещения выставки творчества в ДК «Железнодорожников». Профильным департаментом глава города поручил проработать организационные вопросы, определить дату, найти помещение и спрогнозировать востребованность. Давайте поможем этой категории людей, которые своими руками создают такие мини-шедевры искусства. Там и картины замечательные, и вазы красивые. И попробуем на аукционе разыграть эти картины с тем, чтобы люди могли купить и поддержать собственно авторов. Новый год всегда в радость детям, даже если случается в середине декабря. Юным самарцам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, подарки уже вручают. «Елка-желание» в городском центре «Семья» привлекает внимание добрых и неравнодушных жителей, готовых стать волшебниками. Мариана Мирная продолжит. Волшебство, да и только. Таня Столяренко весь год мечтала о длинноволосой кукле, написала письмо Деду Морозу, и чудо свершилось. Заветная игрушка в руках у девочки. «Мне понравилась кукла из-за того, что она красивая, и она как-то... Мне давно охота была, и я хотела сказать всем спасибо». «Буду рыпать и комить». Стать для ребенка, который оказался в трудной жизненной ситуации Дедушкой Морозом или Снегурочкой, несложно. Елки с записками от детей установлены по всему городу. Ребята хотят получить в подарок на Новый год снегоходы, музыкальные инструменты, конечно же, телефоны и планшеты. А мечты некоторых, признаются организаторы, трогают до слез. «Особо тронули меня настоящие детские пожелания. Вот девочка пишет, я хожу в детский садик, мне всего три с половиной года. Я очень хочу много-много воздушных разноцветных шаров. Настоящее детское такое пожелание. И вот мальчик, 9 лет, он пишет, я хочу Снежколеп на Новый год. Это очень простой, но очень нужный ребенку подарок. Елка желания работает по будням. Дети могут оставлять свои открытки, чтобы взрослые исполнили их заветные мечты. Это просто люди, живущие у нас в городе, которые хотят оказать помощь. И даже очень многие не говорят о том. Приходят и, так будем говорить, тайно дарят вот эти вот подарки. Марьяна Мирная, Станислав Левин, События. В Самаре возрождают тимуровское движение. В школах города создано уже порядка 100 отрядов. Самые активные и инициативные тимуровцы собрались на первый городской слет, который прошел в 154-й самарской школе. Место выбрано не случайно. Именно там в 40-м году снимали легендарный фильм. С современными тимуровцами познакомилась Лариса Шалафаст. На первый городской слет собрались самые активные отряды тимуровцев со всех районов Самары. Легендарный Тимур из советского фильма для этих мальчишек и девчонок – настоящий герой. Мне понравился в этом мальчике жесткий характер, потому что не каждый может поставить себе цель помогать другим и защищать тех, кто нуждается в помощи. Фильм «Тимур и его команда» снимали в 1940 году в окрестностях Куйбышева, на том самом месте, где сейчас находится 154-я школа. Поэтому первые современные тимуровцы появились именно здесь. Поколения новые, принципы движения прежние – помогать всем, кому нужна поддержка. Самое интересное – тимуровская разведка. То есть дети должны найти, для них это очень важно, найти объект помощи, кому они хотят помогать. И тут, понимаете, помощи это может быть оказано и детям дошкольного возраста, и старшему поколению. Самое главное в тимуровском движении – это действительно воспитание человека. Это воспитание добра, воспитание милосердия, воспитание уважения к старшим. Все эти самые лучшие качества, они как раз и проявляются, и будут проявляться в тимуровском движении. В самарских школах уже создано порядка ста тимуровских отрядов. В основном это ученики средних и младших классов. Чтобы современные школьники могли воочию увидеть, чем жили тимуровцы раньше, в 154-й школе открыли музей. Все экспонаты собраны учениками и преподавателями. Некоторые даже сделаны своими руками. В школьном музее есть даже импровизированный чердак. Точно на таком же собирался Тимур и его команда. Здесь есть все необходимые атрибуты. Флаг, барабан, сам Тимур. Есть даже штурвал, которым можно подавать звуковой сигнал другим тимуровцам. Сейчас в музее почти сотни экспонатов. Фотографии, книги, пионерская форма. Хранители музея обещают, экспозиция будет расти вместе с тимуровским движением. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События. Никаких нотаций, только личный пример. Девиз организаторов фестиваля «Здорового образа жизни. Пусть всегда буду я». Спортивные праздники они уже привезли в десятки школ губернии. На этот раз эстафету приняла 13-я Самарская школа. Какие современные направления спорта по душе молодежи узнала Валерия Макарова. Актовый зал 13-й Самарской школы превратился в спортплощадку. На зарядку собрались десятки старшеклассников. Не сачкуют, точно повторяют команды тренеров. Так открывается фестиваль «Пусть всегда буду я». Уже четвертый год команда активистов знакомит школьников с современными видами спорта. Акро-йогой, капоэйрой, армлифтингом, велотриалом. На сцене спортсмены высокого уровня. Таким под силу на велосипеде перепрыгнуть нескольких человек. Или удержать на весу партнера, выполняя асану-йоги. Я бы хотела пойти на гимнастику. Мне понравилось, как девушки гибкие были. Хочется научиться на велосипедах, попрыгать, чтобы выступить перед всеми людьми и показать класс. Часто после таких мастер-классов школьники приходят в спорт и стремятся к тому, чтобы быть примером для остальных. «Очень многие ребята хотят стать волонтерами. Но мы им объясняем, что для этого нужно добиться определенных успехов в том или ином виде деятельности, спортивной или творческой. Для них это является большим стимулом и мотивацией». «Мы привозим команду молодых ребят, которые общаются со школьниками на одном языке. Они понимают друг друга. Мы говорим «Долой нотацию, делай как мы и делай даже лучше, чем мы». Фестиваль «Пусть всегда буду я» за годы работы сплотил уже больше 15 тысяч детей из Самары и области. Валерия Макарова, Сергей Баскин, События. А сейчас коротко о других темах дня. Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении минимального размера оплаты труда. Он установлен в размере 6200 рублей в месяц. Ранее он не превышал 6000. Документ вступит в силу 1 января 2016 года. В Самаре стартует прием детей в первые классы. С 17 декабря самарские лицеи и гимназии, поступить в которые могут дети из любых районов города, начнут прием заявлений от родителей. Таких учреждений в Самаре 17. Прием в первые классы остальных учебных заведений города стартует 29 января 2016 года, также с 9 утра. Ожидается, что в будущем году в первый класс пойдет почти 13 тысяч детей. Сломавшийся кран на стройке проломил полтора этажа. Прохожие не пострадали. Крановщица также отделалась легким испугом, хотя на некоторое время оказалась заблокирована в кабине. ЧП произошло на строящемся объекте по адресу Карла Маркса, 177, на территории бывшего завода «Сокол». При падении подъемный кран проломил здание, которое строил. Проводится проверка. На окраине Солнечной системы заметили Суперземлю. Открытие сделали астрономы из Швеции и Мексики. По мнению ученых, небесное тело может оказаться самым удаленным из известных объектов в Солнечной системе. Суперземлей называется каменистая планета с массой больше, чем у Земли, но меньше, чем у газовых гигантов Юпитера и Сатурна. Ранее сообщалось, что ближайшая к Солнцу Суперземля находится вне системы на расстоянии около 20 световых лет от Земли. Новогодний загул могут отменить, правда, не в этом году. Депутаты Госдумы предложили урезать праздник до трех дней. Предлагают россиянам самим выбирать, когда ими воспользоваться. В мировой практике таких длинных новогодних и рождественских выходных, как в России, нет. Обычно они длятся не более пяти дней. Правда, пока инициатива депутатов только на стадии обсуждения. В Самаре подвели итоги конкурса «Мой любимый фармацевт». В течение месяца сайт 63.ru предлагал самарцам проголосовать за лучших сотрудников аптек областной столицы. Конкурс «Мой любимый фармацевт» проходил при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области и Самарской областной фармацевтической ассоциации. Кандидатов на участие предлагали как представители аптеки, так и горожане. Добрые слова в их адрес пользователи сайта могли оставить на специальной странице. Спасибо, фармацевт. Всех вышедших в финал наградили дипломами и презентами. Победитель получил в подарок путешествие на теплохозе Александр Невский. Нашим проектом мы решили две важных задачи. Первая и самая главная. Мы дали возможность самарцам, пользователям сайта 63.ru, оценить труд аптекарей и сказать спасибо, слова благодарности любимому фармацевту. В том числе мы хотим, чтобы наш проект помог поднять престиж профессии фармацевта в глазах горожан. За здравие помолиться в Самаре выставили икону целителя Пантелеймона и скуфью святого. У Пантелеймона верующий просит прежде всего здоровья себе и близки. Приложиться к мощам на выставке «Благословенная Самара» в Экспо-Волге смогла и Марина Матвейшина. Молебен Владыки открывает рождественскую выставку. Десятки верующих пришли на службу и приложиться к иконе целителя Пантелеймона и его мощам. У святого люди просят прежде всего здоровья и исцеления от болезней. Традиционная выставка «Благословенная Самара» в комплексе Экспо-Волга в этом году посвящена Году литературы. Здесь можно найти массу духовных книг. В стенах нашей выставки можно не только приобрести эту прекрасную литературу, но и лично пообщаться с нашими православными писателями, которые приехали сюда со многих уголков нашей страны. Впервые в этом году на выставке покажут рождественские спектакли. Воспитанники воскресных школ стали актерами, а студенты Самарского института культуры – режиссерами. Дети маленькие, им нужно играть. Но сложность в том, что не все дети слушаются. То есть они, естественно, балуются, их надо как-то утихомирить. Поэтому мы их пытаемся вовлекать вот в эту игру. И у нас получается. В рождественской ярмарке принимают участие 200 монастырей, храмов и фермерских хозяйств из самых дальних уголков России, Украины, Белоруссии и Греции. Марина Матвеевшина, Григорий Плешаков. События. А теперь новости спорта. Сергей Кизоркин расскажет про чемпионат России по КПР. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». На шестой чемпионат России по КПР бразильскому боевому искусству в Самару приехали лучшие спортсмены страны. В столице 63-го региона такой грандиозный турнир проходит впервые. Традиционно бойцы собирались в Москве. Игру, так называют свои поединки капоэристы, 12 сборных команд оценивали бразильские судьи. Самый почетный из них – чемпион мира Алишандро Тасу по прозвищу Гора, которому он обязан большим ростом. КПР – это боевое искусство. Если кто думает иначе, расскажу историю. Я попал в автоаварию, и парень вышел из машины с мачете и замахнулся на меня. Я его ударил, а человек упал. Я спросил его, ты хочешь продолжить игру? Парень ответил, спасибо. Вопросов больше нет. Посмотреть на российских капоэристов приехали американцы, французы и жители Ближнего Востока. Ведь на ринг выходили чемпионы страны и мира. Я когда начинал заниматься, я тоже сначала думал, что это танцы, но вот говоря просто, это танец до тех пор, пока ты уворачиваешься. Как только ты не увернулся, тебе прилетело. Кто увернулся от ударов и показал пластику и акробатику высшего пилотажа, получил заслуженные награды. Самарская команда завоевала 11 чемпионских титулов, одну серебряную медаль и три бронзы. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Как скажется экономическая ситуация в мире на положении региона и чем помогут Самаре районные советы, в эфире программы Город Эс, заместитель председателя общественной палаты Константин Титов. Смотрите сегодня в 20.30. Наш выпуск завершен. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова